МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Господа, господа, а сейчас мы перейдем к следующему вопросу. Все вы, конечно, прекрасно знаете о том, что наши войска, предводительствуемые его высочеством, господином командующим, продолжают вести кровопролитные бои с турками. Враг силен и коварен, но господь милостив, победа будет на нашей стороне. И вот теперь я позволю себе предоставить слово господину Алабину для ознакомления нас с письмом из Болгарии, офицеров третьей дружины болгарского ополчения. Чем поддержать их? Разве рассуждать? Дело солдата. А с нами? С нами? Земля моя с ладонь, но для меня ты хороша и больше мне не нужно. Горжусь тобой, твоею кровью южной и тем, что горы наши из Кремня. Враг силен и коварен, и спорить с этим не было никакого смысла. Это хорошо понимали и гласные Самарской городской думы, которые собрались на внеочередное заседание в конце июля 1877 года. И чем коварнее враг, тем больше крови прольется на полях сражений. И не только турецкой, но и русской, и болгарской так же. Но Господь милостив и не может быть, чтобы он не помог нам. Знал этой гласной городской думы Петр Алабин. Знал, верил и старался быть полезным делу. Кажется, еще совсем недавно, в мае, он и городской глава Ефим Кожевников вернулись из Болгарии, где они вручали Самарское знамя болгарским ополченцам. Как ликовали тогда ополченцы, как радовались, что будут под этим знаменем биться за свободу своей родины. Ему, Алабину, тоже тогда дали на этом торжестве слово. Много, очень много хотелось сказать ему. Чем поддержать их, тех, которые завтра пойдут в бой? Идите же под сенью этого знамени, не боясь врага, сказал Алабин. И пусть это знамя будет знаменем водворения мира и спокойствия в вашей многострадальной стране. И вот теперь, всего два с половиной месяца спустя, он получил из Болгарии письмо. Это письмо написали те, кому тогда он вручал Самарское знамя. Это они клялись погибнуть, но не струсить. И они сдержали свою клятву. Уважаемые господа, офицеры третьей дружины болгарского ополчения, получившие из рук его высочества главнокомандующего знамя, поднесенное Самарской общественностью, считают своим долгом сообщить, что наша дружина стойко сражалась под покровительством Иверской Божьей Матери и славянских первоапостолов Кирилла и Мефодия. Четко и бодро совершив переход через Большой Балкан, болгарские ополченцы вместе с передовым русским отрядом стали на отдых в городе Казанлык. Отдохнув, русские двинулись дальше, в направлении Малых Балкан, у подножия которых ютились, защищая проходы, два городка – новая и старая Загоры – Энизагра и Эскизагра. Генерал Гурко решил овладеть Энизагрой, как началом пути на Адрианополь. По донесениям, там было всего только пять таборов турецкой пехоты. Решено было идти тремя колоннами. Причем ополченцам выпало идти через Эскизагру, уже занятую русскими. Перед самым выходом болгарских дружинников вернулись посланные вперед разведчики – турки. «Много турок, – доложили они, – сто тысяч, двести, – и подходят еще и еще. Не может быть, в нашем штабе есть все необходимые сведения, и согласно этим сведениям в Эске Загоре только четыре турецких табора, которые нам приказано проглотить. Много турок, сильно драться придется, – стояли на своем разведчике. «Что ж, драться так драться, – ответил командир. В конце концов обязанности солдата не рассуждать, а биться с врагом. Пора болгарским ополченцам принять боевое крещение». Пора принять боевое крещение. Болгарские ополченцы уже давно ждали этого момента. Но сразу же заездке Загорой им пришлось заботиться о том, чтобы самим не быть проглотченными турками, которые вырастали как будто бы из-под земли. Высоты в трех верстах от города были заняты турками, и их пушки громили оказавшуюся перед ними болгарскую дружину. Отвечать дружинникам было не из чего. Попробовали было пальнуть из маленькой пушечки, но снаряд не пролетел и третье расстояние. Дальнейшая стрельба была напрасной тратой боеприпасов. Около 11 часов утра бой начался уже по всей линии. Против болгарских дружин выступил авангард только что прибывший из Черногории армии Сулеймана Паши. Турки заметно переходили в наступление. Их правый фланг готовил решительный удар ополченцам. Заметив это, командир от дружины закричал, указывая на густую турецкую цепь. «Молодцы! Покажем себя! За свободу Болгарии! За болгарских мучеников! Ура!» Он кинулся вперед, и вся дружина бросилась вслед за ним со штыками наперебес. «Молодцы! Покажем себя!» «Молодцы! Покажем себя!» Самарское знамя развивалось среди нападавших. Его золоченый наконечник так и сверкал в лучах полуденного солнца. За поруганную родину, за погибших отцов и братьев гремело со всех сторон, и ополченцы рвались в бой. Вдруг Самарское знамя заколебалось, а победный клич наступающих сменил крик ужаса. Им в лицо несся град турецких пуль. Знаменосец был поражен насмерть. Но прежде чем знамя упало на землю, его подхватил подполковник Калитин, высоко поднял над головой и крикнул «Вперед, ребята! За Родину!». Но в этот момент турецкая пуля впилась в его грудь, и он упал под накрывшим его знаменем. К знамени бросился фельдфебель первой роты, поднял его, но тоже упал сраженным пулей. Теперь турки перешли в наступление и начали теснить с обоих флангов сражавшихся против них ополченцев. Один за другим падали под градом турецких пуль дружинники. Один за другим они ложились в траву, обогренную их кровью, и обнимали землю, которую любили так же сильно, как своих жен и матерей. Но знамя все-таки не сдалось и не попало к врагу. Двое бесстрашных унтер-офицеров из числа дружинников вынесли его из боя. Древко было перебито, полотнище изрешетили пули, но знамя уцелело. И была готова снова идти в бой и вести за собой дружины, для которых теперь не было другой цели в жизни, как только отвоевать независимость Болгарии. 19 июля 1877 года в бою под Старозагорой болгарское ополчение приняло свое первое боевое крещение. Как оказалось после, против него были брошены более 30 черногорских таборов Сулеймана Паши. Один за другим отходили отряды и жалкие остатки болгарского ополчения. Турки не преследовали их, полагая это излишним. Генерал Гурко решил отвезти отряды в горы и укрепиться на шибке. Медленно тянулись отступающие по Шибкинскому шоссе в мрачные ущелья. Равнодушно выселись над ними молчаливые вершины. С таким же спокойствием принимая в свои неприступные твердыни освободителей Болгарии, с каким еще недавно они таили свирепых османов. Судя по потерям, понесенным нашей дружиной, вы ясно разберетесь, что мы обязаны успехом, высокой чести быть под защитой Пресвятой Богородицы. Из 496 воинских чинов в живых осталось 207. Из 14 офицеров невредимыми из боя вышли только пятеро. Считаем также не лишним сообщить вам имена погибших и раненых наших товарищей. Убиты подполковник Павел Петрович Калитин. Здесь Алабин остановился, смахнул что-то со щеки и на секунду задумался. Калитин. Павел Петрович Калитин. Он начал служить в Средней Азии и страстно любил свою службу, полную опасностей и тревог. Ему еще не исполнилось 30, а он уже был награжден Анной с мечами на шее, Владимиром, Станиславом, Анинской саблей и другими орденами. Да, храбрый был офицер подполковник Калитин. Не случайно поэтому, как только прозвучала призывная труба, он отправился на Дунайский берег. Не случайно его высочество обручил Самарское знамя именно той дружине, в которой сражался Калитин. Павел Петрович, царство ему небесное. Убиты подполковник Павел Петрович Калитин, капитан Феодор Феодоров, штабс-капитан Иван Усов, Подпоручик Андрей Романов, раненый, на дворе стоял июль 1877 года. Уже пролилась первая русская и болгарская кровь, но до конца кровопролитных боев были еще долгие месяцы поражений и побед. Нет, земля моя с ладонь, но мне она могла бы заменить все мироздание. Я меряю ее не расстоянием, а той любовью, что к ней вина. С вами был Михаил Перепелкин.